всем привет ребята меня зовут паша как написано вот здесь вот я работаю главным data scientist of компании nvidia правда в команде nvdp что расшифроваться как nvidia data platform и сегодня я вам буду рассказывать лекцию которая мало имеет общего с вот этим вот заголовком потому что когда они меня просила прочитать я придумал одно потом она сказала что что-то это все как бы ерунда какая-то и давай другое поэтому заголовок остался но суть суть тем не менее мне кажется будет интересно я забыл кликер так ну давайте начнем как бы с главного чем занимается nvidia с главного чем занимается nvidia nvidia в первую очередь производитель чипов графических вычислительных устройств все что вы видите то есть вот вот эти вот сами коробки которые собираются их собирают на самом деле конкретные ребята asus gigabyte кто угодно единственное что как бы nvidia сама выпускает небольшой набор так называемых карточек founders edition это прям очень ценная штука поэтому инвестируйте в нее через десять лет она будет стоить в десять раз меньше окей смотрите про что я вам буду сегодня рассказывать не знаю нужно ли про это говорить или не нужно мне как человеку который в этой тусовке вращается это как бы уже очевидно и набило оскомину возможно для вас это не совсем очевидно в общем аж но в 2012 году в журнале garwood business review который считается довольно авторитетным изданием про бизнес про то что происходит вообще в мире опубликовал такую колонку на даже не колонка прям большая статья про то что про то что здесь написано про то что дата scientist это как бы самая востребованная профессия в двадцать первом веке на самом деле с 2012 года много вот воды утекло и сейчас это уже не так то есть сейчас по если брать статистику сайта глаздор самая востребованная профессия это дата инженер разницу между ними як может быть озвучу а может быть нет но давайте двинемся дальше в общем кто такой дата scientist описанием того кто такой дата scientist является вот такая вот штука она называется диаграмма вена если кто не знает в ней есть как бы три таких больших множество множество номер раз это математика знание математики статистики но что но номер два это хакерские скиллы но хакерские скиллы это не не скиллы в понимании того что прийти взломать чей-то сайт зади фейси страничку друга и так далее хакерские скиллы скаерские скиллы в исконном изначальном понимании этого слова если не знает когда зарождалась собственно компьютер сайнс в массажистовском университете например хакерами называли очень увлеченных программистов которые как бы днями и ночами что-то программировали что-то придумывали и в целом это слово хакер носит позитивную коннотацию сожалению в наши времена как и многое другое позитивная канал это коннотация становится негативной и соответственно есть еще как бы вот третья штука это доменная экспертиза то есть это знание какой-то конкретной предметной области например нефтедобычи например компьютерной графики например банковского дела и вот на пересечении всех этих замечательных вещей в идеале должен находиться дата сантист но тут как бы есть небольшая проблема она заключается в том что вот эти вот штуки они все достаточно обширные и принципе найти человека который обладает хорошими подмножествами вот здесь вот здесь и где-нибудь вот здесь довольно сложно поэтому я не буду вдаваться в подробности если вам интересно послушайте пожалуйста выступление лёши натёкина в яндексе лишь натёкин это человек который организовал крупнейшие в европе а может быть даже в мире сообщества дата сантистов который называется open data science это российское сообщество она сейчас в нем состоит не знаю там многие десятки тысяч человек и лёша очень хорошо рассказал про то что чем отличается дата сайта от дата инженера и чем отличается дата сайта в разных компаниях в целом все очень сложно и зависит от конкретного конкретного места работы есть еще вот эта книжка хакеры герои компьютерной революции я ее читал когда учился в универе на втором курсе была весна второй курс как бы замечательно было тепло было очень это прилив духа такой энергии я прочитал эту штуку мне захотелось закрыться дома и сидеть и программировать вот так поэтому ну так ходить читайте и соответственно есть еще вот это видео в котором как бы я в первый раз нарисовался в тусовке там мы с большими умными хорошими дядьками и тётиками обсуждаем особенности найма до центов оттуда может стать чуть понятнее чего конкретно хотят от людей ладно это как бы все лирика и может быть интересно может быть неинтересно чем на самом деле занимается дата сайта есть как бы классический взгляд на работу дата сайта стоит сверху это когда мощные математики статистики каждую задачу очень подробно разбирают там действует в терминах пространство в аппнике червоненске стат значимости все такое а есть вот современный подход к дата саймсу который родился с приходом скомодитизации дип-ленинга когда как бы всем стал доступен простой язык программирования типа питона всем стали доступны простые инструменты для создания моделей типа сайкетлер на лицензер флоу и соответственно многие дата саймс и сейчас работают по парадигме стекла лейерс то есть как бы взяли сетку поглубже и как бы все замечательно получилось во многих местах это работает неплохо но есть нюансы поэтому мы сейчас попробуем на примере разобрать чем занимается дата саймс кто играет в игры кто играет в паб джи фортнайт пойдет тоже пойдет тоже пойдет фортнайт как будто бы посложнее поэтому я играю в паб джи как бы но все равно успехов особо не добиваюсь значит для тех кто не знает что такое паб джи фортнайт и и же с ними это такие игрушки жанра голодные игры суть которых заключается в следующем есть какая-то толпа игроков в паб джи максимально 100 человек они одновременно все но не одновременно они летят на самолете сквозь карту и высаживаются прыгать с парашютом в каких-то местах которые им кажутся наиболее приемлемыми и соответственно цель игры выжить вот там сверху вы видите хэдкаунт то есть количество выживших живущих сейчас игроков есть такая неприятная штука она называется зона это такой круг который постепенно сужается оказавшись за пределами круга то есть в синей зоне синяя зона начинает тебя сильно дамажить и в конце концов ты умираешь поэтому как бы просто прыгнуть на край карты там тусоваться до посинения не получится но если только зона вот в ту в то место не придет и в общем люди бегают ищут оружие убивают других людей всячески пытаются выжить мы значит попробуем с вами подойти к задачи выжить в паб джи с точки зрения до центе ста а именно попробовать каким-нибудь образом посмотреть что же влияет на победу в матче в паб джи и для этого blue hole это издатель и разработчик player announce battlegrounds они опубликовали датасет с что-то там около 65 тысячами игр в паб джи со всякими возможными данными это все было опубликовано в виде соревнования на платформе кегл это как бы важная штука кегл это такая платформа на которой проходят соревнования по анализу данных то есть туда приходит кто-нибудь публикует там данные публикует описание этих данных публикует собственно задачу например не знаю там предсказать вероятность дефолта клиентов банки или по фотографиям хвостов китов из океана предсказать один ли и тот же это кит или по допустим мрт или там к т грудной клетки предсказать является ли там какое-то затемнение опухоли или не опухолью раковые не рапами не раковые и и и прочее такое и надо отдать должное что кегл является просто мощнейшей стартовой площадкой то есть как бы многие очень хорошие дата-сайентисты по крайней мере в россии ну и в мире тоже они набили скилла именно участвуя в кегле поэтому если вдруг у вас возникнет после этой лекции или еще в какой-то момент времени такая потребность как погрузиться в чудный мир дата-сайенса можете смело идти туда там есть данные там есть форумы там есть так называемые керналы это такие программы которые можно запустить и получить тот же самый результат который получил другой человек в общем там вот был опубликован этот дата-сет и мы будем работать с этим дата-сетом и в качестве примера как работать с этими данными мы будем использовать вот этот вот ноутбучик замечательного человека дмитриуса и в россии неважно грек он значит называется идеи из фан и соответственно будем потом использовать еще вот этот ноутбук который называется ну неважно как-то называется значит это наши данные вот это если есть данные в таком вот виде это очень приятная часть работы дата-сайентиста то есть как бы платформа кегл замечательно тем что в ней вам приходят на блюдечке приносят данные говорят чуваки вот вам табличка с данными пожалуйста сделайте с ними что-нибудь осмысленное проблема заключается в том что в реальной жизни 75 процентов работы дата-сайентиста это найти данные очистить понять что в этих данных находится очистить эти данные сделать из них приятную табличку и соответственно после этого можно чего-то осмысленное с этим делать в общем здесь есть всякие разные переменные например количество использованных бустов сколько человек ты убил в голову сколько ты 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 сколько раз ты нашел оружие сколько километров ты пробежал и так далее так далее мы попробуем решить следующую задачу вот есть такая переменная она называется win place percentage это соответственно некий персентиль то есть по факту ваше место игрока который он занял в игре от сотого до первого и наша задача будет на основе вот этих вот всех остальных 24 колонок попробовать предсказать вот это вот это вот значение и соответственно так анализируя данному мы попробуем понять что же именно важно в паб джи и что-то из этого извлечь давайте те кто играет в паб джи или фортнайт выкрикните из зала что вы считаете самым важным для победы в паб джи или фортнайте удача хорошо здесь нет такой переменной дальше сныкаться сныкаться хорошая хорошая штука возможно она имеет отношение к пройденной дистанции то есть как бы ты либо прыгнул сразу туда откуда не надо идти либо ты очень далеко идешь туда где можно сныкаться например в центр зоны еще оружие хорошо скилл это чё значит умение стрелять да собственно кажется если ты не можешь стрелять а в паб джи и фортнайте стрелять хорошо это важно я по себе это знаю в общем неплохие варианты кажется что все довольно довольно очевидно но мы попробуем это выяснить на данных и так вот так вот выглядит наша табличка соответственно это вот штука это такие скриншоты из такой программы которая называется юпитер это такой интерпретатор языка python который можно запустить в браузере и в браузере соответственно набирать какие-то на какой-то какой-то код и у вас будет получаться какой-то результат вот так выглядит часть нашей таблички окей поехали значит одна из задач дата сантеста это придумать правильные вопросы к данным то есть формулировать гипотезы и на основе этих данных гипотезы проверить а потом соответственно презентовать свои результаты либо каким-нибудь образом использовать полученные инсайты для того чтобы делать что-то дальше так вопрос номер раз скольких противников игрок убивает за матч принимается из зала выкрики сколько среднестатистический игрок в PUBG или Fortnite убивает человек за матч умирает сразу 12 5 1 2 3 0 7 хорошо 3 5 хорошо поехали посмотрим итак на основе этого дата сета который достаточно большой и при репрезентативный мы понимаем что средний игрок в PUBG убивает меньше одного человека за игру причем девяносто девять процентов людей делают семь или меньше киллов то есть всего один процент папок в игре при том что в онлайне у PUBG еще там пару-тройку месяцев назад было один миллион человек вы понимаете что как бы довольно много людей которые они умеют стрелять в целом как бы это сообразуется с моим собственным ощущением потому что я нахожусь примерно среди вот этих вот людей реально два киллаза игру для меня прям скил скил поэтому я как-то перестаю играть в PUBG как-то сидеть на стуле неприятно это соответственно такой график если кто не знает это гистограмма она позволяет для переменной которая является категориальной то есть имеет конечное число неких значений построить соответственно подсчитать сколько раз то или иное значение встречается в выборке и нарисовать его ну тут как бы гистограмма явным образом нам намекает на то что подавляющее число игроков делает ровно 0 киллов потом соответственно в три раза меньшее число игроков делает один килл ну и дальше вот эти вот папки это они там вот в хвосте ну тут как бы ладно ну допустим ты не можешь добить человека ну допустим ты просто у тебя отличный скилл но ты медленно лутаешься то есть пришел чувак взял третий шлем третий армор и ты его пытаешься убить но просто не получается и возникает здравый вопрос хорошо может быть люди не не добивает людей может они папа ним по крайней мере попадают и данные нам говорят о том что нет то есть реально большая часть подавляющая часть людей не делают ни одного даже просто попадания в хитбокс то есть ну вы понимаете да это это очень забавное наблюдение то есть она сразу повышает твой по твою твою уверенность в себе ты ты как бы садишься в самолет летишь и можешь прям в team speak там на всех говорить все всех пару потому что большинство из тех кто летит самолете по мне даже не попадет cool поехали дальше итак вспомним что мы решаем задачу предсказания собственно финального места который займет игрок по данным есть такая штука она называется корреляция корреляция это такой показатель который показывает насколько связана одна переменная с другой переменной данном случае мы построили значит график корреляции так называемый скетер плот или диаграмма россии рассеивания между переменная собственно финальное место и число киллов здесь как бы в идеале если есть хорошая корреляция мы должны увидеть вот такую вот линию из координаты 0 0 в координату правого верхнего угла и здесь она вроде как более-менее прослеживается поэтому мы считаем что корреляция есть хорошая корреляция между числом киллов и победой сюрприз сюрприз удивительное наблюдение ладно пойдемте дальше еще более наглядную картину мы можем построить если побьем вот эти вот самые киллы на какие-то корзинки 0 киллов 1 2 килла там более 10 киллов и построим так называемую диаграмму ящик с усами она вот это вот вот эта вот коробочка представляет из себя средние 50 процентов всей всей выборки а вот эта вот штука это медиана то есть вот такое нормализованное среднее то есть в среднем человек вот в этой вот категории 10 плюс киллов занимает первое место в катке вот здесь вот очень 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 прикольно да что чуваки с нулям с нулем киллов просто по вероятности могут довольно высоко пробиться в топчик и занятом топ-40 топ-30 в принципе даже топ-1 нормально иногда занимаю то есть принципе вот это вот все это все возможные значения без выбросов людей которые делают 0 киллов то есть с нуля с нулем киллов нормально можно выигрывать в папке и те кто играет возможно даже знают как это делать я не знаю к сожалению ну то есть как бы я хоть хоть убивай хоть не убивай хоть сиди на месте хоть кемпере ну как ничего ok давайте посмотрим другие вещи как бы сколько метров игрок пробегает за матч если что карта в паб g их 3 или 4 не помню 4 ok она там три из них это 4 на 4 километра нет 2 4 на 4 километра 1 6 на 6 а другая 8 на 8 но есть принципе окей хорошо короче самая большая карта и рангель кажется 8 на 8 километров то есть из одного конца в другую можно пробежать 8 километров давайте посмотрим сколько пробегает среднестатистический игрок и так среднестатистический игрок пробегает без транспорта около километра причем 99 процентов игроков пробегает не более 4 то есть в среднем получается что большая часть игроков пробегает половину карты и это как бы логично то есть если не прыгать там вход споты а прыгать на край карта потом бежать до зоны то в принципе среднем ты пол пол карты и пробежишь но у нас есть чемпион марафонец он пробежал возможный рангель я надеюсь туда-сюда туда и обратно то есть ну такой замечательный человек хотел бы посмотреть на него прям вживую построим диаграмму россияне для нашего для нашего вот этого замечательного признака пробегать беготню и видим что в принципе это много бежать много ходить это тоже ну это связано с победой это хорошо окей в паб джи есть транспорт кстати фортнайт завезли транспорт не cool в паб джи есть транспорт там есть мотоциклы машины уазики бронированные уазики и на них можно ездить но лучше не надо особенно на мотоцикле потому что управление мотоциклов паб джи это прям отдельный скилл еще сложнее чем еще сложнее чем стрелять и давайте посмотрим сколько в среднем проезжает человек на транспорте в среднем человек на транспорте проезжает 500 метров возможно выборка все-таки не такая уж и презентативная и это люди которые едут на мотоцикле сами проезжают до первого камня и дальше ну там будет гифка дальше вы увидите что случается значит большая часть людей проезжает не больше 6 километров это на два километра больше в среднем чем пробегают и соответственно есть парень который прям сел на тачку и просто нарезал круги по карте видимо по краю зоны вот так вот ездил и в конце концов возможно даже выиграл связано ли езда на транспорте с победой не совсем то есть ходить бегать гораздо гораздо лучше чем ездить на транспорте в этом есть некая логика потому что когда ты ездишь на транспорте ты привлекаешь внимание в тебя начинают стрелять если ты едешь на мотоцикле ты умираешь автоматически поэтому да как бы это более опасно чем просто ходить важна ли медицина в паб g также как и фортнайте кажется не уверен есть медицина там можно просто подлечиться можно запуститься то есть если как бы грустненько и надо много ботать то ты выпиваешь энергетик и соответственно у тебя очень быстро восстанавливается здоровье важна ли медицина в паб g ну как бы трезвый взгляд на вещи отвечает что да должна быть важна и соответственно в среднем человек за одну игру хилится примерно один раз а 90 99 процентов людей хилится не больше 11 раз при этом бустаются люди поменьше один буст в среднем и 99 процентов всех игроков бустятся не больше семи у нас как обычно есть чемпионы аутлайеры человек который полечился 59 раз я просто не представляю как но если если вы не знаете вот как бы лечение занимает какое-то количество секунд времени и соответственно если бустаться 59 раз и то это как бы занимает там 5 5-6 минут до чистого времени а при этом как бы каточка длится но на маленькой карте там не больше 20 минут забавно и забавно и соответственно вот у нас некая корреляция собственно лечение и бустания и вы видите что бустится гораздо важнее чем лечиться то есть забейте на перевязку просто пейте энергетики и соответственно вы будете выигрывать гораздо больше чем если люди которые перевязываются это так называемая хит мап как на русский перевести не знаю это такая диаграмма которая показывает все корреляции всех переменных со всеми то есть там где у нас вот ну вот здесь вот холодно внизу вот здесь вот жарко соответственно на главной диагонали у нас везде жарко потому что это корреляция переменной самой с собой а во всех остальных местах что-то что-то да происходит давайте выделим из них 5 наиболее коррелирующих с нашим ответом переменных и мы поймем что для того чтобы побеждать пабджи нужно больше бегать наибольшее бы наибольшая корреляция больше бустится чуть поменьше лутать как можно больше оружия и дамажить противника ну как бы выводы довольно очевидные но то в каком порядке они следуют они не так уж и очевидно то есть понятно что ты можешь просто подхватить сразу какой-нибудь не очень клёвый ган типа скара и много с ним бегать и у тебя соответственно шанс на победу гораздо больше чем у чувака который подхватил кар и лежит кем перед на горке окей теперь давайте от веселой части немного к такой псевдо математической перейдем обещаю что она не будет долгой но я как бы должен рассказать как все устроено изнутри значит как предсказать победу есть такая область она называется машина обучения суть машина будет машинного обучения сформулировал пионер собственно артур сэмюл который сказал что машинное обучение это область компьютерных наук которые изучают способы научить компьютер решать задачи без непосредственного программирования хода решения этой самой задачи то есть в идеале у вас все что вам нужно это данные и некая некий набор потенциальных моделей которые на основе этих данных подстроиться таким образом что позволит вам решать поставленную задачу давайте разберем на примере вот у нас есть какая-то честная зависимость из реального мира ну вот такая вот синусоиды что обычно происходит когда решают задачу машинного обучения из этой синусоиды делают какую-нибудь выборку это выборка понятно делается как бы не синусоиды из какого-то реалистичного процесса например приходят люди в банк берут кредиты и в итоге возвращают кредиты или не возвращают кредиты получается какое-то количество точек по которым нам надо в идеале восстановить исходную зависимость которую мы не знаем но предполагаем что она там есть как это можно сделать самое простое что мы можем сделать это приблизить произвольную зависимость линий собственно это просто уравнение прямой на плоскости и соответственно мы можем провести рандомную прямую линию через наши точки является ли такая прямая линия хорошим придут приближением наших точек нет не является а в каком смысле она не является хорошим приближением наших точек в прямом хорошая 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 хороший ответ он даже имеет отношение к действительности потому что обычно когда решается задача машинного обучения формулируется так называемая функция качества или функционал качество задача которого говорить насколько значит штука которую вы придумали каким-нибудь образом соотносится с действительностью один из самых распространенных функционалов качества это вот такой вот средне квадратическая ошибка когда мы берем вот это предсказание нашей линии для вот этой вот точки мы просто изменяем расстояние от этих двух точек и соответственно для того чтобы у нас функционал всегда был положительный возводим его в квадрат и так мы делаем для каждой из этих точек ну и тут как бы складываем это и непринужденным глазом видно что тут достаточно большое число получается что мы можем сделать мы можем попробовать явным образом найти минимум вот этой вот функции это можно сделать вполне себе аналитически просчитав производную или это можно сделать какими-нибудь итеративными методами что делается на практике но если мы с помощью подсчета производной например найдем минимум у нашего функционала мы поймем что наилучшая прямая которая приближает эти точки вот такая это действительно наилучшая прямая которую можно привести через эти точки это все еще не очень хорошее приближение нашей исходной функции но гораздо больше гораздо более лучше чем просто случайное угадывание все усложняется еще и тем что на практике у нас в точках случается шум то есть у нас точки генерируются не из нашей замечательной синусоиды а из синусоиды которые добавлены какая-то случайная компонента и эта случайная компонента она с ней ничего невозможно сделать она просто случайно у нее есть какой-то закон распределения мы его скорее всего не знаем с этим нужно просто бороться иметь в виду и в общем то можно посмотреть что если мы построим наилучшую линию для точек без шума она будет вот такой вот а любой небольшой шум даже приводит к тому что у нас наше решение изменяется в целом так работает машинное обучение будто это простейшие линейные модели или глубокие нейросети базовая концепция которая есть в машинном обучении это некая функционал который говорит насколько хорошо вы решаете задачу и вам нужно просто оптимизировать этот функционал чтобы решать задачу наилучшим образом вернемся к PUBG вот это соответственно типичная история передвижения на транспорте в PUBG которая заканчивается пабским скиллом если кто не понимает человек едет выпрыгивает из машины и убивает на крыше в полете человека который там сидит и кемперит окей давайте попробуем собственно с помощью того что мы сейчас узнали с помощью наших замечательных методов машинного обучения предсказать вероятность ну не вероятность а место которое займет человек в игре сегодняшняя машинное обучение очень демократичная ну прям очень демократичная вы можете буквально за один вечер прочитав там пару статей в интернете сами решить вот эту вот задачу для этого всего лишь нужно из библиотеки сайкет-лерн импортировать вот такую вот штуку например модель random forest и натренировать ее на те данные которые у вас были вот в той самой задачке на кегле что мы получаем в итоге мы получаем что вот будем смотреть сюда условно вот это вот та самая среднеквадратичная ошибка про которую мы говорили в данном случае она в среднем равна 0.06 то есть это значит что наша модель предсказывает финальное место человека с точностью до второго знака то есть по факту делает это ну практически идеально это значит что вот те самые данные которые у нас были очень 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 хорошо предсказывают вероятность победы в пабге и вот если эти самые переменные отсортировать по степени важности которую придала им модель то мы получим секрет успеха в пабге беги дальше убивай больше ну вот здесь вот беги и едь дальше убивай больше беги больше бустайся и находи оружие все секрет успеха в пабге с помощью методов машинного обучения идеально мне кажется замечательно я кстати попробовал после того как это узнал воспользоваться этим не получилось более того вот это та модель которую мы построили просто с наскока просто не думая ни о чем сделали как как есть а вот человек который занимает первое место в рейтинге он сделал это с ошибкой которая не просто во втором знаке она практически к третьему знаку стремится то есть практически идеально ну вы понимаете да то есть у вас есть данные это 65 тысяч игр в паб джи у вас есть около 25 признаков которыми наделены эти данные и все вы можете играть в паб джи как бог некоторые спросят окей как бы машинное обучение это что-то все не интересно сейчас же искусственный интеллект искусственный интеллект все говорят про искусственный интеллект искусственный интеллект там искусственный интеллект сам искусственный интеллект здесь что с искусственным интеллектом с искусственным интеллектом все просто искусственный интеллект появился примерно в 50-х годах замечательный дядька Фрэнк Розенблат Придумал штуку под названием перцепторного розенблата, в которой в суть есть линейная функция. Здесь у вас есть какие-то наблюдения, например, число пройденные километры, количество найденного оружия, число хедшотов. Вы их все каким-нибудь образом складываете. И дальше у вас есть некая пороговая функция, которая говорит, что если сумма всех этих вещей больше чего-то, то тогда мы говорим да. Если сумма всех этих вещей меньше чего-то, то тогда мы говорим нет. Это, конечно, все очень круто. Проблема только в том, что реальная жизнь довольно сложная, и всякие нейросетки появились не от хорошей жизни. А появились они по очень простой причине. Все вот эти единичные перцептроны можно связывать друг с другом в такие сложные конструкции и получать довольно замечательные результаты. И это можно вполне себе пронаблюдать на примере революции глубокого обучения, которая произошла буквально на моих глазах. То есть я пришел в область в 2011 году, когда все еще занимались классическим машинным обучением. А в 2012 году случилось вот это. Это конкурс, который называется ImageNet. Это открытый конкурс, в нем может участвовать кто угодно. Суть заключается в том, что у вас есть около 14 миллионов различных картинок, поделенных на разные группы. Собачки, кошечки, самолеты, машины, 39 видов спаниелей и прочее такое. И, соответственно, нужно предсказать, к какой категории относится та или иная картинка. Причем так как даже человеку сложно это сделать. Ну, то есть если у вас есть, назовите мне хотя бы два вида спаниелей. Копер-спаниель, лучший спаниель, атлетский спаниель. Хорошо. Все, ты одна, понимаешь. Вот здесь вот сколько человек-то, 50, 60. Вот, и один человек правильно назвал. Я, когда вижу вот этих вот двух собак, я не могу понять, какой это спаниель. И в целом для того, чтобы людям было полегче, метрику, которую мерят для задачи ImageNet, она называется топ-5. То есть человек делает, ну, человек или машина делает для каждой картинки пять предсказаний. И если среди этих пяти предсказаний есть правильный ответ, то тогда ответ засчитывается. Так вот, да, вот здесь вот серая зона, это века классического машинного обучения, где доцентцы на калькуляторах считали всякие числа. А вот здесь начались нейросетки. Вот вы видите, да, что вот это человек, это качество, которое показывает человек. А вот это в 2015 году сеть ResNet, которая, в принципе, довольно сильно уделала человека по качеству. И как бы все продолжается, то есть каждым годом качество все падает, качество все улучшается и улучшается. Ну, то есть по факту можно считать, что официально в 2015 году компьютеры стали справляться с задачей распознавания образов на картинках лучше, чем человек. Так, смотрите, у меня есть еще такая штука, мы сможем тыкнуть в ссылку в презентации. Прямо отсюда? Да, прямо отсюда вот, тыкайте. Смотрите, что происходит. Буквально в конце прошлого года замечательная компания NVIDIA опубликовала нейросеть, которая генерирует реалистичные лица людей. Мы сделали это по одной простой причине, потому что лица в играх уж больно убогие. Ну, правда, ты смотришь в этого NPC, и он такой как бы с каменным лицом тебе что-то говорит. А ты хочешь родное лицо, то есть, не знаю, там, ты хочешь, если ты играешь в Days, например, а ты хочешь, чтобы русская бабушка на тебя смотрела прямо с русскими чертами лица. Вот, и давайте мы с вами поиграем в игру. Соответственно, угадай, где настоящее лицо, а где ненастоящее лицо. Где настоящее лицо? Велое! 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 Да, вот это как бы настоящее человеческое лицо, это сгенерированное человеческое лицо. Давай еще разок вот сюда тыкнем и посмотрим что-нибудь еще, что нам предложат. Велое! 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 Кто за правое? Так, давайте тыкаем в правое. Велое! Правда! Да, правда! Окей, давайте еще разок! Ну, последний раз, чтобы быть точным. Велое! 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 Кто за правое? Я за левое. Я за левое. Кто за левое? Что за левое больше, тыкаем в левое. Оп! О! на самом деле ну так большая часть людей вот на этом сайте практически всегда угадывают правильные лица это в принципе довольно легко сделать обычно обращают внимание на фон фон здесь ну вот у этого мальчика фон такой более-менее но тут все равно есть какие-то странные артефакты которые как бы начало и на обычный фон к обычному фон не имеет отношения если люди улыбаются например у них бывают артефакты на зубах то есть например в обучающей выборке была девушка с брекетами и потом нужно модель сгенерировала такую же девушку у которой у брекетов было ну чуть-чуть вес там небольшой получается такой артефакт на зубах еле заметные но при этом это видно вот давайте с вами поспорим не знаю там пригласят в следующий раз или нет или я сам просто возьму и приеду что в следующем году мы не угадаем ни одной картинки на видео на видеокарту хорошо на видеокарту md мнения просто как бы мнение видеокарту md вообще не жалко вы кстати знаете как бы просто забавный факт генеральный директор компании nvidia дженсен хуанг а генеральный директор компании мд это племянница дженсену хуанга поэтому как бы тут все просто ребята это бизнес давайте вернемся к презентации тому за соседняя вкладка да вот в том же замечательном хроме нет а слушай наверно просто назвать назад можно сделать или ну или соседей в углу в углу да класс супер и так если вдруг кто захочет стать дата сайентистом или просто вы собираетесь пойти в математический универ и будете вот перед вами станет дилемма зачем мне матан почему мне нужен тервер зачем мне линейная алгебра я тоже не знал зачем это все мне нужно я учился новый мкс еще в мгу до тех пор пока я не начал заниматься дата сайенсом то есть после окончания универа после того как я отучился в аспирантуре после того как я пару лет поработал просто разработчиком и вот когда я пришел в чудный мир pubg вот тогда я понял наконец зачем все это было нужно я серьезно правда это очень важные вещи то есть для того чтобы заниматься дата сайенсом не обязательно глубоко это знать но это нужно знать нужно знать мат анализ производные для того чтобы находить минимум функционал качества нужно знать линейную алгебру потому что все вот это вот замечательные нейросети это все перемножение матриц перемножение матриц на векторы вычитание сложения матриц все такое теория вероятностей как вы видели в нашей замечательной синусоиде внезапно появился шум шум есть всегда поэтому в принципе математическая модель машинного обучения обычно вероятностная модель методы оптимизации и самое главное программирование реально дата сайентисту надо уметь программировать потому что все вот эти вот вещи которые мы делали это написание кода в данном случае от написания кода на языке питон но там вот его как бы все что угодно может быть на питоне просто легче потому что библиотек много но правда программировать важно важно очень хорошо программировать поэтому программируйте и в конце вот эта вот часть которую я как бы хотел всю лекцию посвятить но потом понял что я божеств божественный человек и не совершал ошибок своей жизни поэтому хобби набралось не так много но тем не менее давайте я сейчас как бы не надо вот хихикать в кулак и все такое я все понимаю я не так давно это было как бы фишка в чем первые два курса универа я учусь не очень прям скажем с передачами стройками со всеми пирогами потом я на третьем курсе распределился на кафедру и мне на чего нравится учиться на чего нравится то что я делаю я как-то так когда учился до того что в принципе потом еще на пятом курсе пересдал свои трояки и в целом окончил без трояков но я к тому что правда вот даже если вы не видите мотивации в том что вам преподают попробуйте и найти я понимаю что как бы частенько качество преподавания разница человека к человеку от университет к университету бывает но как бы вы выйдете как бы когда вы если вы вдруг начнете учить математику или даже не математику все что угодно помните что всегда найдется клевое применение вашим знаниям главное его найти поэтому очень важно правда хорошо учиться я вам рекомендую вот такую штуку есть курс на курсе ли learning how to learn или то же самое вот тот же автор барбара оуклин написала книгу думай как математик она как бы вроде как портала называется думай как математик но она на самом деле про то как надо учиться ну то есть она описывает как бы действенные приемы о том как правильно получать знания так чтобы они запоминались не выветривались и и и прочее такое значит второе стажируйтесь и по стажируйтесь я имею ввиду не только там когда вы будете готовы какой-то более-менее работе ходить в компании я имею ввиду участвуйте во всяких разных движухах вот как бы запиши в принципе довольно довольно хороший пример какой-то движухи потому что когда вы стажируетесь вы попадаете в какую-то компанию людей которые потенциально имеют схожие а самое главное отличное от ваше представление о действительности и когда вы попадаете в такую среду сначала может возникнуть ощущение неприятия типа блин почему они думают все не только не только как я я наверное умнее чем все они они там все дураки я значит свой кокон закроюсь и не буду вот буду сам внутри себя вариться это как бы путь в никуда не надо так делать обязательно лезьте на рожон вот все не арсения ашуха он наверное будет 7 часов на чаепитие я люблю обожаю он мы начинали работать с ним вместе и вот он отличный пример человека который лес на рожон пробовал всякие разные вещи и в итоге сейчас является исследователем в самую успешную лабораторию по машинному обучению искусственного интеллекта в россии это дмитрий петрович и ветрова байсовская группа и поэтому вот подойдите к нему и просто узнаете сеня вот что ты делал и он вам все расскажет а вот здесь я сделал ссылку на google summer of cold это просто штука в которой я в свое время участвовал это такая гугловая программа когда вы на летних каникулах погружаетесь какой-нибудь open source проект и там совместно команды этого проекта реализуйте какую-нибудь фичу я участвовал в нем два раза это был очень полезный опыт работы в распределенной команде и гораздо более полезно потому что в те времена в google summer of cold платили кучу денег из-за два участия в google summer of cold я в итоге по выпуску из-за нее раз помог купить свою первую машину не знаю как сейчас но в принципе все может быть тщательно выбирайте научного руководителя здесь можно зачеркнуть потому что до научного руководителя многим из вас как до китая пешком ментора наставника то есть человека которому будет реально интересно и важно вкладываться в ваше развитие потому что человек с большим опытом даже если у вас разные взгляды на некоторые вещи он все равно этот опыт получил и как бы вообще в там в человеческих отношений опыт и опыт важная штука он как бы приобретается с болью с унижениями состраданиями как я в паб g да то есть я вот прихожу в паб g из раза в раз и как бы меня каждый раз нагибает но каждый раз я получаю новый замечательный опыт 4 работайте в команде работа в команде это прям залог успеха потому что в одиночку человек в принципе ну немного на что способен работая в команде даже если в ней работают немного разные люди и как бы они не объединены там одной великой идеи работа в команде всегда помогает потому что это альтернативный взгляд на вещи это какая-то коммуникация это обмен знаниями поэтому не сидите одни ну то есть например у вас есть сложная задачка которую вы не можете решить и вы сидите добитесь дома об стол и пытаетесь ее решить не надо позвоните своему братану сеструхе обсудите с ней эту задачу или с ним возможно все как бы не так сложно вы быстренько решите и потом пойдете играть по джи фортнайт и камеру все будет замечать и пятый пункт очень важная я как бы до него додумался не так давно он заключается в том что ну прям важно искать критику то есть когда вы что-нибудь делаете нам часто кажется что но это круто то есть как бы вот я сделал промо ты идеальная штука мое я вот сделал это картинка да как это вот это с шариками сидит я сделали и но вам важно пойти и кому-нибудь рассказать про эту вещь просто первая реакция человека обычно на то что ему начинает что-то рассказывать это реакция негатива то что у меня начинает критиковать что такое сделал плохо это неправда да ты ничего не понимаешь но в целом если как бы немного там расширить сознание и попытаться принимать фидбэк который вам дают это очень и очень полезная история которая в итоге позволяет и вам развиваться и людям которые дают вам критику развиваться и в целом в группе в которой все друг друга позитивно критикуют уровень развития и скорость развития гораздо гораздо боль выше чем там где все сидят своих коконах и чет делают фух я кажется более-менее уложился пожалуйста задавайте вопросы я готов на них ответить мы задаем вопросы в микрофон об этом подбегать а сейчас бы скажу что у нас все три-четыре минут на вопрос а все остальное в семь вечера мамонт на ужин потом а так передумал да давай ладно сейчас такого точно есть вопрос а вот я не особо понял вот там строили графики вот эти вот его ну пара где точки и прямые ну точки с и сеной суйте вот этот человек который занял первое место он же построил не прямую а какую-то кривую да 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 он построил собственно вот этот модель random forest это штука которая позволяет строить не линейной модели как она работает у тебя допустим есть какие-то переменная и по этой переменной вычисляется наиболее удачное разбиение то есть если значение этой переменной больше чем такое-то число то скорее всего ты займешь первое место а если меньше чем это число то скорее того займешь не первое место так строится довольно много 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 этих разберений и получается что у тебя получаю такая нелинейная функция которая в идеале может даже приблизить инвизоиду довольно довольно хорошо и еще один вопрос как компания nvidia внутренняя часть ее относится к amd intel значит во первых мы к ним относимся хорошо потому что конкуренция она двигает рынок то есть как бы отсутствие конкуренции приводит к стагнации потому что если ты монополист какой-то и тебя никто не прижимает то в итоге очень хорошо сидеть и почивать на лаврах и ничего не делать поэтому конкуренция всегда хорошо большая конкуренция это очень хорошо фишка заключается в том что допустим игровой рынок хоть и является для nvidia самым большим куском пирога и приносит нам больше всего денег все равно этот рынок ну в целом довольно монополизирован nvidia ну то есть выходят новые новая 3 пола игрушка то скорее всего очень большая вероятность того что она будет работать хорошо на нвидийной карте и это происходит не только лишь потому что нвидийные карты производительнее чем допустим карты от это мд и интел а еще и потому что над выпуском 3 пола игрушки работает не только команда разработчиков этой игрушки но и отдельно выделенная команда разработчиков драйвера видеокарты для того чтобы 3 пола игрушкой хорошо качественно работала на видеокарте в нее нужно в принципе дописывать куски драйвера для того чтобы это случалось ну а с интелом как бы ну тут у нас разные ниши intel как бы ни в какой из нише не является конкурентом nvidia кроме ниши коммунити вычисления то есть это не графика и не обучение нейросеток а именно коммунити вычисления например там обработка больших данных что-то вот такое они собираются вот-вот выпускать уже ну несколько лет нет как бы ждем всегда вот открыты теперь мой вопрос да а почему nvidia еще не перешла на 12 нанометров ой на 7 на 7 ну да нет необходимости такое это как не вот так а md уже перешла ну замечательно и в какой ток переходе на на 7 нанометров то есть по всем как бы бенчмарком nvidia видеокарты бьют а мдш на ну как бы на текущие технологии зачем переходить на технологию которая требует перевода всего технологического процесса на другие рельсы если на текущем технологическом процессе ты можешь как минимум не проигрывать своему конкуренту и при этом иметь как бы те же самые деньги что ты имел до этого я начну поджимать то как бы перейдем ну а теперь мой вопрос вы сказали 65000 данных да и за работа была проделана очень большая сколько примерно ну в днях было сделано вот здесь анализ час смотри там 65000 это игр то есть на самом деле в играх еще по каждому игроку данные то есть там типа около там полу полумиллиона записи самом деле вот такой анализ можно провести за внутри четыре часа обладая обладая скиллом потому что правда чем замечательно машинное обучение текущая она очень демократизировано то есть во первых язык python очень сильно понизил порог вхождения потому что это ну действительно язык который можно выучить за пару-тройку дней начать на нем довольно довольно прилично программировать во вторых библиотеки машинного обучения как-то классического типа scikit-learn так и глубокого как то tensorflow например они строятся во первых на языке python и во вторых они ну очень простые то есть как бы опять же потратив там день-два на чтение статей в интернете не научных статей а реально статей на медиуме на хабре там где угодно можно начать выполнять какие-то свои проекты с каким-то более-менее осмысленным качеством поэтому ну а если ты с этим работаешь и тебя за это платят деньги то как бы вот такой анализ это ну правда там три-четыре часа времени картинки картинки очень долго искать ребят последний вопрос а я не про вас у меня вот вопрос про то что google выпустил стримингу платформа уже в конце этого года выпустят типа вот как это повлияет вообще на рынок потому что грубо говоря будет зависимость ли google nvidia и md потому что в итоге у нас придет к тому что разработчикам будет проще выпускать игру под условия гугла который будут закупать оборудование для того чтобы и можно было постримить их вот и и как и вот это все будет влиять отвечаю значит уже около года существует стриминговая платформа от nvidia она называется geforce now которая выгодно выгодно отличается от гугловой страды тем что в ней можно запустить любую любую игру из стима то есть по факту там запускается виртуальная машина на хорошие видеокарточки и в этой виртуальной машине запускается windows и стимом где ты можешь пустить свою любимую игрушку гугловая страда она также называется вроде она пошла немного по другому пути там соответственно игрушки под страду нужно адаптировать то есть как бы разработчикам игр придется ну или гуглу самому придется эти игрушки каким-то образом адаптировать и ну на это будет уходить какое-то количество ресурсов и тут вот как бы вопрос про конкуренцию значит страда работает уже на м дашных кастомизированных чипах это ну хорошо потому что она подстегивает опять же конкуренцию вообще по поводу стриминга стриминговых сервисов но кажется игрушки идут по пути нетфликса то есть как бы уже все давно не качают там торренты а все спонтают просто в браузере в интернете игрушки идут ровно в то же самое направление вы просто будете там через какое-то время я и вы играть в игрушки в вашем браузере или просто в каком-нибудь тонком небольшом приложении который будет просто стримить игрушку из облака в общем всяческие применения графических графических процессоров это хорошо и как бы она она травит рынок и это тоже так нас два вопроса короткие вопросы короткие ответы вот с пуп джи все вроде вроде бы ясно там обычному человеку да но я не думаю что дата сайенс он очень нужен там пуп джи я думаю у нас там есть другие области там вроде биологии химии физики что в этом в эти моменты дело дата саймс это хороший вопрос значит медицина это вообще очень горячая горячая история потому что ну по факту ну так положа руку на сердце когда вы приходите к врачу для того чтобы он ставил вас вам диагноз то по факту врач при постановке диагноза опирается на те знания которым получил в течение своей жизни и на свой опыт и опыт этого врача в принципе довольно ограничен потому что но ему не доступны все эти данные которые доступны всему медицинскому сообществу поэтому тут вот как бы на уль на наличие большого объема данных позволяет очень и очень неплохо решать задачи медицинской диагностики в частности задача диагностики рака груди кажется уже вполне себе решена и в двух или трех американских клиниках нейросети которые распознают рак груди являются вторым мнением при постановке диагноза то есть есть мнение врача есть мнение нейросети и дальше они каким-то образом взвешиваются и соответственно принимается финальное финальное решение в медицине вообще очень много всего происходит в частности у меня есть знакомый артур кадурин он сейчас работает помните вот эту историю с генерацией лиц это так называемые порождающие нейросети они позволяют соответственно научиться генерировать что-нибудь вот он работает стартапе которые занимаются генерацией лекарств лекарственных форм по неким данным о соответственно проведенных исследованиях реакция человека как организма человека и так далее то есть на самом деле медицина это очень горячая тема и там много 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 решенных вещей и все больше и больше врачебных решений скорее всего будут приниматься на основе автоматического анализа вам не кажется что вот это стриминга вещь она как бы так как будут будет все зависит не от компании от людей так как какие-нибудь задержки всякие в полсекунды не пол секунды чуть поменьше и так далее или же какой-нибудь слабый интернет вот это все это хороший вопрос породу своего проекта вот последние полгода я неразрывно связан с geforce now и я как бы каждую неделю читаю отзывы людей на продукт geforce now и соответственно самая главная проблема с которой сталкиваются люди это конечно же сетевые задержки особенно в компетитив играх типа PUBG Fortnite там CSGO чего угодно соответственно любая задержка это приводит скорее всего к проигрышу это хороший вопрос на текущем уровне развития наверное это является проблемой но мы все 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 дальше и дальше идем к решению этой вещи например есть такая штука называется super resolution super resolution это когда мы на основе набора большие картинок большого и маленького разрешения учим нейросеть который позволяет по картинке малого разрешения сгенерировать картинку большого разрешения при этом идентичную по качеству и эта история уже внедряется в стриминговую платформу то есть по факту для того чтобы сократить эту самую latency мы можем стримить меньше трафика и соответственно для этого нам нужна некая некая штука которая позволит на машине пользователя делать предсказание нейросеткой и делать самому этот самый супер резолюшн второе это конечно да интернет он как бы печалька в этом смысле но будем надеяться что все-таки больше и больше людей будут проходить переходить на высокоскоростные каналы и к тому моменту как мы доживем до счастливого будущего тотального стриминга игр у всех будет 5g как в Корее знаете например что в Корее люди принципиально не смотрят видео меньше 720p то есть как бы если видео не стримится сидя в кафе посредине какой-нибудь корейской деревни в 720p корее всего не будет смотреть но это просто как бы к вопросу о том что технологии идут быстрее нашего восприятия поэтому ну через какое-то время все все обязательно будет решено так все спасибо остальные вопросы которые остались переносим на 7 вечера на мамонт на ужин паша огромное спасибо так и паша от нас мамонт и футболочка зимней школы в следующем году сможешь приехать футболочки класс 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 существа ребята можно попрошу сделать с вами салфи это да 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 это 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 наверное самая самая большая аудитория людей которые меня слушала онлайн а поэтому я можно вот так и сделаю пришли потом нам в чатик где сейчас погодите а мы на сайт и давайте скажите амд спасибо спасибо вам все парсс огромное спасибо до 7 вечера приходите